Дорогая Церковь, братья и сестры, мы скажем слава нашему Господу! Я прочитаю два места из Слова Божьего. Первая это будет книга Исход, 34 глава, с 12 стиха. Господь говорит Моисею такие слова. «Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его Ревнитель, Он Бог Ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли». И другое место это книга Судей, 2 глава, с 1 стиха. «И пришел Ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета Моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали глаза Моего, что вы это сделали. И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда Ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Отсего и называют то место Бахим, то есть плачущие. И там принесли они жертву Господу. Когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свое дело, чтобы получить в наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса, и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю. «Но когда умер Иисус, сын Навин, Рамб Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили Его в пределе удела Его Фомнав Сараим на горе Ефремовой, на север от горы Гаошам. И когда весь народ Он и отошел к отцам Своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа, и дел Его, какие Он делал Израилю». Братья и сестры, я прочитал два места из Слова Божьего. Первое место – это когда Господь обращался к Моисею, когда они уже вышли из Египта, когда они уже видели много чудес, видели руку Божью, «Когда Господь их днем вел в столпе облачном, ночью с толпом огненным, и многие чудеса они видели, какие Господь показывал им, проводил их, и Господь обращается к Моисею и говорит, смотри, Моисей, народ перед тобой, у много народа, дети, жены, говорит, но смотри, не вступай с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас». Братья и сестры, прошло много времени, и снова Господь обращается уже, посылает Ангела Своего снова к Своему народу, и говорит то слово, которое я говорил вам, чтобы вы так сделали, так поступали, так жили, не вступали с жителями той земли, но Бог говорит, вы всего этого не сделали, то, что я просил. И дальше Господь говорит, что будет дальше с вами. «Братья и сестры, Господь благословил Свой народ, народ израильский, и Господь много являл Своей силой, Своей славой, провел их, был с ними, не оставлял их, давал им хлеб, давал им воду, давал им, знаете, всякие благословения, которые никто из народов тогда не имел. Но Господь на Своим народом наблюдал, одежда ихняя не вешала, обувь, Господь заботился, давал им все необходимое, но просил им одно условие, чтобы они не вступали в союз с жителями той земли. Ибо Господь видел наперед, что с ними будет, если они заключат союз, если они только пойдут на компромисс, если только они начнут, или ихние сыновья, ихние дочери будут вступать в замужество, сыновья будут жениться, и многое другое, Господь говорит, это будет петлею для вас. Будет дальше плач, будет горе, и вы будете поклоняться идолам, и многое другое дальше Господь говорил. И поэтому Господь предупреждал, и говорит, смотри, не вступай в союз с жителями той земли. Братья и сестры, однажды, когда узнали, что Иисус Навин много завладел уже землями, народами, и пришли гаванитяне, и написано, что они пришли и употребили хитрость, сказали Иисусу Навину, послушай, мы пришли с далекой страны, взяли старую изорванную одежду, взяли старую обувь, взяли старые порванные мешки, положили туда уже твердого, заплесневелого хлеба, и сказали, заключи с нами союз, потому что мы пришли с дальней страны. Братья и сестры, на то время Иисус Навин не пободрствовал, заключили союз, и оказалось, что они жили очень близко возле них, хитрость употребили. Братья и сестры, не раз Господь обращался к своему народу и говорил, чтобы народ Божий соблюдал закон Божий, заповеди Божии. Говорит, ибо когда вы будете так жить, будете так поступать, будет вам хорошо, будет вашим детям хорошо, да, будут трудности, будут испытания, будут, может быть, какие-то много переживаний, но когда вы будете исполнять волю Божию и закон Божий, и с вами будет Господь, вы все это пройдете, вы преодолеете, и Господь не раз говорил, я не оставлю вас. Господь говорит, горы сдвинутся, холмы поколеблются, а завет мира моего не поколеблются с вами. Слава нашему Господу! И Господь не раз обращался и говорил, говорит, я, Господь, не человек. Чтобы ему изменяться, чтобы менять свои законы, менять свои уставы, менять, знаете, свое отношение к народу, наш Господь, Он вчера, сегодня, и во веки тот же, и Он, братья и сестры, не меняется. Хотя уже 21 век, но наш Господь, какой был в первом веке, такой и в 21. Слава нашему Господу! Время идет, мы видим, законы меняются, время меняется, что-то в лучшую сторону, что-то в худшую, но Господь говорит, я есть Господь, мое имя, я славы моей не дам иному, и я хвалы и стука нам так же не дам. И Он говорит, я, Господь, ревнитель. И Господь не раз предупреждал, говорит, служи мне, народ, исполняй заповеди Моим, соблюдай закон Мой, ходи со страхом и трепетом, братья и сестры. И Господь просил, чтобы не заключали союз с жителями той земли. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас пошли в Новый Завет. Я назову некоторые даты, если что-то не так, вы можете потом поправить. Когда, братья и сестры, пришел 1988 год, 1989, когда открылся железный занавес, я думаю, молодежь слушает эти слова и думает, что это за железный занавес. Я думаю, старшие люди узнают. Это когда пришла свобода, проповедь Евангелия, наши братья и сестры заключали завет с Господом, когда одевали белые одежды, когда приходил теплый летний день, когда была хорошая погода, и мы входили в озеро, и там говорили перед Господом, перед Церковью, я обещаю, я верую. Братья и сестры, эти, я думаю, были прекрасные моменты. Я думаю, с того времени Господь дал то время благоприятное и лето спасения, когда многие из нас с того года и по сегодняшний день вошли, не имели никаких трудностей, не имели никаких препятствий со стороны властей, чтобы заключить завет с Господом. братья и сестры, но как было до этого? Я знаю, что я не достоин быть на всем месте и сегодня говорить об этом, но я хотел бы упомянуть, когда уже мы видим очень мало наших братьев и сестер, это был тысячу, уже можно сказать, 50-е годы, 1960-е, их очень мало осталось, я думаю, на пальцах можно почитать, которые заключали завет с Господом, больше было уже 70-е, начало 80-е годов, братья и сестры, это уже не было такое время, это было время, зима, холод, ночь, лед, нетеплая вода, солнце не светило, но с фонарями, и не было в большом количестве, братья и сестры, но у них было одно желание заключить завет с Господом, слава нашему Господу, это то, что переживали наши братья и сестры, это так, как они заключали завет с Господом, много им предлагали условий, когда шли в армию, говорили им, ты будешь принимать присягу, они отказывались, братья и сестры, что дальше было с ними, один брат говорил, может быть, такие слова с этого места не стоит, говорит, но я скажу, он сказал, ты будешь принимать присягу или нет, он говорит, нет, я никогда в жизни не возьму оружие, и тогда он говорит, пойдешь на север, будешь чистить туалеты, будешь долбать лед, братья и сестры, и это не были только слова, то, что они говорили, они так и делали, и они отправляли их туда, не на мягких автобусах, не в сплошных поездах, братья и сестры, но в тяжелых условиях, были отправлены на север, далеко может быть от родителей, когда им всего лишь было 18-19 лет, братья и сестры, но выстояли, устояли, братья и сестры, годы прошли, Господь их не забыл, слава нашему Господу, годы прошли, Господь их сделал своими сосудами, Господь сделал их своими служителями, Господь благословил их семьи, их детей, вымолили эту свободу для нас, слава нашему Господу, конечно, многие из них не вернулись, там, как мы поем такой псалом, где не найдет стезя, не положим там фиалок, братья и сестры, не знаем их имена, но вымолили, для нас это благоприятное время, и я хотел бы сегодня ко всем нам обратиться, когда мы с вами живем в такое благоприятное время, когда у нас рождаются дети, и мы видим, когда подходит им 18, 19, 20 лет, и они еще думают, заключать завес Господом или нет, родители их, знаете, как-то подталкивают, спрашивают, ну что ты дальше думаешь, как ты дальше думаешь, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы дорожили этим временем, которое сегодня Господь нам даровал, не всегда так будет, Дух Святой сегодня возвещает, идут тяжелые дни, и время переживаний мы видим, да, это свобода, мы имеем все, одежду, пищу, имеем хорошие дома, машины, но сегодня Господь обращается ко всем нам, не вступай в союз с жителями земли этой, они уведут тебя, они будут сетью для тебя, ты полюбишь ту сторону, ты начнешь смотреть в другие окна, ты начнешь жить так, как этот мир, братья и сестры, и апостол Павел об этом переживал, и он написал во втором послании Коринфяна, в 6 главе, он говорит 14 стиха такие слова, не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного вам с неверным, какая совместность Храма Божия с идолами, ибо вы, Храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь с них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, а вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Вседержитель. Слава нашему Господу! Братья и сестры, это слово, которое сегодня есть истинное и верное, и Господь не раз обращался через мужей своих, не любите мира, и не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И Господь говорит, не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверными, не заключай завет союз с жителями этой земли. Да, земля хорошая, молоко, мед, все есть, но Господь говорит, не заключай завет, не передвигай межедавний, который провели отцы твои. Братья и сестры, и сегодня для нас всех это слово, сегодня, братья и сестры, мы заключили завет не с человеком, мы заключили завет с Господом, мы стояли там на берегу, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то совсем недавно, но мы там говорили, Господи, я верую, я обещаю, служить Тебе чисто, свято и праведно. Пусть Господь поможет нам, братья и сестры, мы понимаем, что время нелегкое для всех нас, для наших детей, для молодежи, но хотелось бы, чтобы в это время мы хорошо прошли свою жизнь и вспомнили, как мы начинали, как мы горели для Господа, как мы Слово Божье читали, как мы молились и как мы искали Господа. Дорогие друзья, сегодня я хотел бы, чтобы мы сегодня хорошо проверили свои дома, и Господь говорит, «Не любите мира, не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, не заключайте завет с жителями этой земли». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы проверили хорошо свою жизнь. сегодня, знаете, в наших холодильниках, что есть. Там, когда иногда порой сестры говорят, «Ну, мне это нужно немножко там, чтобы там печь, что-то изготавливать». Братья и сестры, сегодня это спиртное много принесло беды. Когда наши братья и сестры многие стали рабами, почему? Один раз только попробовали, всего лишь один раз. Братья и сестры, слово Божие нам запрещает. И апостол Павел нам записал такие слова и сказал, «Сие прошу, творите в мое воспоминание, только когда будете пить в мое воспоминание». Братья и сестры, проверим сегодня. Сегодня, знаете, некоторые попробовали только один раз. Говорит, «Я только один раз заехал в казино». Братья и сестры, и уже оттуда не может выйти. «Один раз только заехал, годы уже идут. В семье беда, горе и слезы. Один раз только попробовал». Братья и сестры, Господь говорит, «Не заключай завет жителями той земли». Братья и сестры, сегодня молодые люди только один раз нажали, посмотрели, и уже оттуда годами не могут выйти. Стали рабами. Пришел наш Господь, Он освободил нас, Он дал нам новое имя, нас зовут христиане, Он нам дал свободу от всякого греха. И Он сегодня говорит, «Дочь моя, сын мой, не греши, бойся Господа, заповеди его соблюдай, тебя благословит Господь». Братья и сестры, не заключай завет жителям этой земли. Сегодня эти союзы нам много предлагают. Возьми только один раз, попробуй, один раз посмотри, один раз сделай. Братья и сестры, и это уже не один раз. Сегодня люди каются, исповедуются, победы нема, жизни нема, рабство пришло. Господь говорит, «Освободитесь сегодня, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, я дам покой душам вашим». И апостол Павел говорит, «Свободе призваны вы, братья, но только бы свобода, это не было поводом к угождению плоти». Братья и сестры, мы сегодня вспоминаем, как наш Господь там в реке Иордане и написано, «Стоял Иоанн, и шло к нему множество народа, и написано, шли, исповедуя грехи свои». И он, глядя на ихнюю жизнь, и глядя, кто-то еще полностью не оставил грех. И он говорит, «Сотворите достойные плоды покаяния». Сегодня, дорогая церковь, нам нужно совершить достойные плоды покаяния. Там, где мы что-то, может быть, один раз посмотрели, один раз сказали, один раз что-то сделали, сегодня Господь стоит и стучит у твоей двери и говорит, «Приди ко мне, я помилую тебя, я прощу тебя, я освобожу тебя, я дам покой душе твоей, братья и сестры, и туда пришел наш Господь Иисус Христос, безгрешный, без греха, без порока. Иоанн увидел и останавливает его Христос. Мне надо б на тебя креститься, а ты идешь». Христос говорит, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Христос вошел, Иоанн крестил его, и когда вышел из воды, написано, «Сошел на него Дух Святой в виде голубя, и были слова, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Слава нашему Господу! Братья и сестры, и наш Господь, ходя по земле, проповедовал, исцелял, и дал повеление ученикам своим, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать и креститься, осужден будет». Братья и сестры, наш Господь призвал нас к правде, призвал нас к жизни вечной, призвал нас, братья и сестры, к благословенной жизни и на этой земле. Когда мы только оставим грех, когда мы проверим свою жизнь, когда мы, братья и сестры, посмотрим на себя и скажем, Господи, годы прошли, у кого-то 10, у кого-то 20, а у кого-то уже 40. Как сегодня моя жизнь? Идет ли она все ближе и ближе Господу или наоборот? Братья и сестры, давайте мы вспомним, как мы молились, как мы постились, как мы Слово Божие читали, как мы Господа искали. Братья и сестры, мы переживали те моменты, и вдруг что-то пришло в нашу жизнь. Я хотел бы, чтобы сегодня мы снова обновили этот завес Господом и сказали, Боже, да, есть тот момент жизни, я знаю, когда Он пришел, я знаю тот день, когда я согрешил, когда я упал. Господи, возврати мне радость спасения, наполни меня силою Святого Духа. Господи, я хочу чувствовать, я хочу переживать, я хочу быть в общении с Тобою, я хочу, чтобы Дух Святой наполнял мое сердце, как и раньше. Братья и сестры, я думаю, если мы так обратимся к Господу, Господь помилует нас, Он сжалится над нами, Он обратит Своё лицо, положит на нас Свою руку. Братья и сестры, и мы увидим, перемена пришла в нашу жизнь. И сегодня Господь говорит, не заключай заведжителями той земли, с те союзы, все те связи, всё то порви, останови, оспорить, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, твори прежние дела. А если не так, оспорить, я скоро приду к тебе, я сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Дорогой друг, брат и сестра, сегодня время было приятное, сегодня время спасения, поправ свою жизнь. Господь, благослови тебя, и увидишь перемены в жизни своей, а мы с клоним коленей будем молиться. Аминь.